Кашья Памуни сокрушается. Он ругает себя. Он переживает, что он дал такое обещание, такое благословление дитям. Он не знал желания дитям. Она хотела сына, который станет убийцей врагом Индре. Кашья Памуни – это садху, и он имеет реализацию осознания Бхагавана. Садху никогда не беспокоит других, не хочет беспокоить других. Таковы качества садху. И он думает про себя – я такой слабый, я так привязан к своей жене, поэтому я не понимаю, что правильно, а что нет. Когда человек сильно привязан к женщине, он не может понять, что правильно, а что нет. Жена привлекает мужа, давая пищу его языку, давая удовлетворение его гениталиям. И когда язык наслаждается, тогда наслаждается и желудок. И гениталия – они хотят наслаждения, они наполняются как силой. И теперь Кашья Памуни думает – «Сейчас моя жена стала Майя. Она стала иллюзорной энергией Верховной Вечности Бога, Кришны. Для мужчины жена – это Майя. Майя – это иллюзорная энергия Бхагавана. И она приходит к человеку во многих формах. Это не так, что это только женщина. Она может приходить и через мужа, и через детей, и через деньги, через богатство, через братишку, какое-то положение, славу, признание. Многими способами может действовать Майя. Этот материальный мир – это творение Памуруши. И это все внешняя энергия Бхагавана. Мы родились здесь, мы получили тело от этой внешней энергии Бхагавана. Нам трудно выбраться из-под влияния этой энергии, потому что мы находимся в ней. Мы живем в ней, поэтому трудно. Когда кто-то больше привязывается к иллюзорной энергии, ну, допустим, мужчина привязывается больше к женщине, так он открывает брата в адские миры. Нужно быть очень осторожным, общаясь с женщинами. Для этого нужна подготовка. И это Гуру Ашин – это Брахмачарья Ашин. Кто прошел обучение Брахмачарью, он легко, он легко преодолеет все это. Иначе он будет схвачен Майю. Женщина, она и так будет следовать за мужем, который духовно развит. Это обязанность, это естественная склонность жены помогать мужу в духовном развитии. Вот в таком случае отношения будут хорошими, сбалансированными. Не будет тогда сильного влечения к сексу. Если жена следует за мужем, а муж следует за Гуру, то есть он получил хорошее обучение Брахмачарья Ашин, то тогда это будет хорошая семья, хороший Брахмачарья Ашин. Это Бхагава Тадхарма. Все это будет служением духовной личности Бога. Если же мальчик не получил хорошее образование в Гурашине, он не сможет следовать Ашему Грехастве. То есть он не сможет хорошо быть семейным человеком. Для женщины это естественно, это ее природа. Она дает хорошую пищу, она дает наслаждение. И тут муж, мужчина, он должен быть очень осторожным, чтобы не стать слабым. Кашья Памуни сокрушается, он себя обвиняет здесь. Он переживает, почему так произошло. Ну а вообще, в чем причина здесь, в этой ситуации? Дити, она позавидовала сыну Адити. Адити тоже жена Кашья Памуни. Но у Адити божественное сознание. Она соблюдала Бхагава Тадхарму. И поэтому у нее родились все полубоги. Господь Ламанадев явился из лона Адити благодаря Бхагава Тадхарме. И Бхагава Тадхарме нужно заниматься с детства. Нам надо знать, что такое Бхагава Тадхарма, и практиковать ее. Тогда, оказавшись вашими грехаствами, наша жизнь не будет адской. Грехаствия – это Упа Курвана Брахмачайя. Тот, кто остается вашими гуру – это Наштика Брахмачайя. То есть, он очень строго избегает всех видов наслаждения. Тот же, кто после Ашама Гуру входит в семейную жизнь, его зовут Упа Курвана Брахмачайя. Почему? Почему его так зовут? Потому что он ведет контролируемую сексуальную жизнь. Не разрешено, нигде не разрешено в шастах заниматься сексом просто по прихоти. Захотелось – все делаю. Нет такого. Только в семейной жизни это разрешается, и только для того, чтобы дать жизнь детям. Кто встал на путь предностям, не должен завидовать. Но так как детям она не следовала хорошо Бхагавататхаме, она развила зависть. Если кто-то имеет зависть, то в этой зависти уже будет содержаться все остальное, все остальные пороки будут внутри. Бхагавататхаме говорит, что у слова мацария множество значений. Мацария – это зависть. Но в чем истинный смысл этой мацарии? Если кто-то продвигается, развивается, быстрее меня, лучше меня. Я не могу терпеть это. То есть, смотрите, я прилагаю большие усилия. Даже по этому духовному пути я двигаюсь, я очень стараюсь. Вдруг я вижу, что кто-то рядом, он может даже так не напрягается, но он идет быстрее. Он двигается быстрее, конечно. У меня возникает беспокойство. Или, если кто-то получает что-то, какие-то возможности больше, прославляют кого-то больше, чем меня, что угодно, я не могу терпеть. Ну, сложно, беспокойство возникает. Есть много похожих терминов на санскрите, зависть там есть много слов, но ващнавские шастыри придают такое значение слову мацариям. В общем, от Бхагаватам 1.1.2 говорится про тех, кто может обрести высшую дхарму. Там говорится, что только нирмацаранам сатам, то есть только независливый сатху может обрести Бхагавата дхарму или правильно понять Бхагавата дхарму. То есть тот, у кого вообще нет зависти. Пока человек не станет нирмацаранам, то есть не освободиться от зависти, он не сможет понять настоящую дхарму. И вот Дите, она не была нирмацаранам, и поэтому она не могла следовать Бхагавата дхарме. А Дите была независлива. Поэтому она могла понять, что такое Бхагавата дхарма. И вот такая разница между ними. Независливый человек стремится к Бхагате, к предному служению. Первое качество сатху – это независливость. Он может совершать Бхагате. Таково широкое понимание мацарии. Если человек не стремится к Бхагават дхарме, то он во тьме. Говорится, что это Авидия дхашта джива. И у него шара вага. У него шесть врагов. Это похоть, гнев, жадность, иллюзия, гордость и зависть. Шестью веревками связан такой человек. И он испытывает множество беспокойств. У него пять клеш. Это Авидия, Асмита, Априневеша, Рага и Двеша. Априневеша – это чрезвычайная привязанность к чувственному наслаждению. Асмита – это слишком сильная зависимость от разных материальных вещей. Авидия – это незнание о себе. И это незнание Бхагавана также. Рага и Двеша – это постоянно. Мне это нравится, а это нет. Это мой друг, а это мой враг. И так далее. И такие пять страданий у завистливого человека. В Бхагавадгите во второй главе говорится И дальше. И дальше. «К cabitsis buvhichabrahmzp b expansion ? ». «Catamita Яhan г'lshatev – это результат санки. Общение. Вы можете ни с кем не общаться. Но вы много общаетесь с материальными вещами. Вы много общаетесь со своим умом. И ум, он тоже материальный. Не надо думать, что наш ум – это духовная субстанция. И что в итоге? Даже если мы уйдем, мы уйдем куда-то влезть. Ум никуда не уйдет от нас. И будет развиваться похоть в итоге. Когда человек не может удовлетворить свои желания, то к нему приходит гнев. Из гнева он ничего не понимает, он забывает. И он уже не разбирается, что он делает. И в итоге он теряет разум. И приходит полный конец про наше разрушение. Это разрушение происходит из-за гордости. Гордость увеличивается, и все разрушает. Гордость демонов постоянно увеличивается. Асура сказал Шиладжи. Помните, да? Шиладжи дал ему благословление, и этот Асура сказал, давай посмотрим, превратится ли твоя голова сейчас в пепел. Много гордости у него развилось. А когда есть гордость внутри, уже есть и мацари. То есть, если есть хоть немного гордости, всегда будет и какая-то зависть. И как преодолеть эту камму? Кама приносит очень много трудностей. Кто находится выше нашего разума? Это Бхагаван Кришна. Выше нашего грубого и тонкого тела находится Атма и Параматма. Когда человек пытается осознать Атма и Параматма, он может контролировать свой ум, может контролировать свои чувства. Он может победить похотливое желание. Из этого можно понять, что похоть исходит от своего Бхагавана. Когда человек не помнит свое настоящее, естественное положение, то тогда и появляется камня. Если Джива Кришна дас эвишвас корлитара дукканая. Митчимая баши джачи. Веси рачи. Абуду будбая. Если мы поймем, что мы вечные слуги Бхагавана Кришна, вообще не будет дуки. Дукканая. Не будет никаких страданий тогда у нас. Основная коренная причина кама – это забвение своей сварупы, своей естественной склонности, своего естественного предназначения. И эта кама, она приносит гнев. И затем жадность. И затем иллюзия. И затем гордость. И мацария. То есть все одно за другим приходит. И все это из-за сварупы, из-за забвения того, кто я есть на самом деле. Когда Джива осознает свою дхарму, свои обязанности, свою сварупу, тогда эта похоть, она превратится в любовь. Кришна према или Кришна прити – это будет очень легко для нас. Это будет естественно для нас. Потому что такой человек находится в конституциональном, естественном положении. Если у него столько любви к Кришне, шесть врагов ничего не смогут сделать с ним. Если у нас есть мада, вот эта гордость, я там какой-то, я вот тут прям сижу какой-то важный, то все остальное придет ко мне. Допустим, я родился в какой-то возвышенной семье. Или богат, да? Тхана мада. Или очень опытен, да? Могу очень хорошо разбираться в философии и ведической литературе. Или просто красивый или здоровый, да? Все это мада. Каждый день эта мада, гордость, она увеличивается. Косвенно гордость приносит множество трудностей мне. И в итоге она приносит зависть мне. И когда мы видим, что другие страдают, что происходит? Ну, какое-то приятное чувство внутри, да? Ну, вот он страдает, да? Он такой глупец. А я умный, да? Я не страдаю. И когда мы видим, что другие счастливы, что у них все хорошо, да? То что-то начинает внутри такое, как так. Дживи Доря Намаручи. Махапрабху говорит. Будь сострадателен ко всем дживам. Развивай вкус к святому имени. И как это придет тогда? О каком сострадании может быть вообще речь в таком положении? Я очень далеко от этой Вашнавской Дхагмы. Не надо думать ничего плохого. И этим телом также не надо никого беспокоить. Эту речу не надо никого оскорблять. Если мы причиним боль кому-нибудь умом, телом или речью, то не сможем развить сострадание к другим живым существам, другим дживам. А не развив сострадание к другим, как развить ручи, как развить вкус к святому имени. Постоянно необходим Хари Киртан. Но как это возможно? Как это возможно, Киртанья Садахаи, если мы не станем смиренными? Мы развиваем жестокосердие к Вашнавам и Кришне. И так мы отправляемся на адские планеты. Надо нам развивать, практиковать смирение. Надо быть в смирении травинки. Надо быть терпеливее деревом. Надо почитать всех и не желать никакого почтения, никакого уважения, положения для себя. Если человек не имеет зависти, то у него, соответственно, нет гордости. Он, естественно, смирен. Не надо учить его этому. Как возникает гнев, если нет зависти? Он не беспокоится, если кто-то развивается, если кто-то двигается лучше его, если кто-то лучше его служит, Кришне Гуру. Почему он будет беспокоиться? Он не беспокоится. Естественно, он станет очень терпеливым. Он не будет желать никакого почтения для себя. Божественное качество развивается в сердце. И он никого не будет оскорблять. Он будет оказывать почтение в соответствии с положением человека. Он хорошо понимает, кто такой Гуру. Он хорошо понимает, кто такой старший. И как нам воспевать Святое Имя, не развив эти качества? Это качество садху. Но как их развить? Каждый день мы по утрам повторяем оскорбление Святое Имя. Но это не поможет нам, если мы сохраняем зависть. Все-таки надо оставить эту зависть. Иначе невозможно воспевать Харинаму. Садху имеет хорошее качество. Кто садху? Адвая Сатья Бхагавана. Нет второго. И он вечен. Он Высшая Истина. И кто связан с этим Бхагаваном, он и есть садху. И каковы его качества? Всегда, без прерывов, он связан с Бхагаваном. Это не так, что на какое-то время я пришел в храм или еще куда-то что-то поделал. То есть как-то связан на какое-то время с Бхагаваном и все. На сегодня хватит. Нет. Это не качество садху. Капиладев говорит Девахуте. Титикшава Каруника Сухайдах Сагладехинам. Аджатас Шатха Вах Сантах. Садавосаду Лакшанам. Вот эти качества также. Титикшава. Очень терпеливы. Каруника. Милостивы. Сухайдам Сагладехинам. Друг и доброжелатель всех. Аджата Шатха. Не имеет он никаких врагов. Не родился его враг. Шанта. Очень умиротворенный. Вы можете бить его. А он спокоен. Вы оскорбляете его. А он спокоен. Кришна Бхакта Нишкама. И Атарева Шанта. А Букти Мукти Ситхиками Сакали Ашанта. Кришна Бхакта всегда очень умиротворенный. Он полон блаженства. Но карми, гьяни, они не могут быть умиротворенные. Они Ашанта. Почему? Потому что у них много камана. У них много желаний. У Кришна Бхакты вовсе нет желания. Садха только думает, как давать благо другим. Как давать другим духовное. Если человек получает просад, это принесет ему благо. Все виды божественных, трансцендентных качеств имеет Садха. Все характеристики действия Садху, они нематериальны. Садху – это представитель Бхагавана. У Садху нет дел на этих материальных планетах. Садху приходит только по сладкой воле Бхагавана Кришны. Обычный человек не может понять Бхагавана. И также обычный человек не может понять Садху. Какая нужна нам квалификация, чтобы понять Садху? Нам надо развить эти качества Садху. Обычно что происходит? Мы все меряем по себе. Мы смотрим, думаем, что в нем особенно. Он такой же, он так же есть, так же спит, так же в туалет ходит, как и я. Что все так уж про него говорят? Садху, Садху. Но если даже чуть-чуть мы развеем качество Садху, мы сможем немного понять, кто это все-таки. Если нет качеств Садху, то что нам нужно? Что делать, если нет вообще у нас никаких этих качеств? Нам нужна милость, милость Садху. Чтобы развить качество Садху, нам нужна милость Садху. И поэтому необходимо Садху Санга. Поэтому постоянно про это говорится, про Садху Санга. Очень сильные, могучие качества имеет Садху. Он адошедаши. Он не видит недостатков других. Он реально не видит недостатков других. А какие недостатки он видит? Где он видит недостатки? Он видит недостатки в себе. Он ищет недостатки в себе. И садху Сахишну, садху Титикшава, он очень терпеливый. Но садху также нетерпимый. Как это может быть? Он не может терпеть страдания других. Он не может терпеть, когда другие страдают. Бхагаван не может терпеть страдания других. И садху тоже не может терпеть страдания других. Бхагаван ни в ком не видит недостатков. И садху ни в коем не видят недостатков. Посмотрите, что сейчас происходит. Кашья Памуни. Он видит недостатки в себе. Хотя тут нет его особой вины. Тем не менее, он видит недостатки в себе. Он не видит недостатков в детям. Такой великий садху. Как он сокрушается. Я стал очень слабым. Я очень привязался. Хотя он видит, что жена идет в неправильном направлении. Но при этом он видит недостатки в себе. Даже незначительные какие-то погрешности садху видит в себе. И так он избавляется от них. Такова обязанность садху. Такова природа садху. Он всегда считается, Дина, Хина. Считает, что я очень падший. Я реально неудачник. И он видит вот эту свою неудачу, свой недостаток. И он избавляется от него. Я более греховный, чем Джагая Мадхая. Я незначительный, как червь. Я даже более незначительный, чем червь в испражнениях. Если кто-то повторит мое имя, он потеряет результаты всей своей благочестивой деятельности. И вот таково настроение садху. Жизнь садху – это жизнь баджана. В жизни баджана приходит множество трудностей. Но садху он терпит все это. Харидас постоянно совершал баджан. Он всегда воспевал Харинан. Но его безжалостно избивали на 20-ти ночных площадях. И он терпел все. Он всегда молился об этих солдатах, которые били его. Он просил о них, Бхагавана. Но что касается себя самого, он терпел. И когда в какой-то момент солдаты сказали, «Если ты не умрешь, то, похоже, нас убьют. Пожалуйста, сделай что-нибудь». И тогда он сказал, «Хорошо, хорошо». И он погрузился в самадхи. Для всех он умер, как будто. Все подумали, что он умер. Смотрите, Амбариши Махарачин всеми своими чувствами служил Бхагавану Кришне. Дурвасаму не был отреченным. То есть внешне он вел жизнь, как садху. Но мы не можем назвать его садху. А Амбариши Махарач был садху. Как это произошло? Перед прерыванием поста Дурвасаму не пришел к Амбариши. И он попросил про садху. И Амбариши был счастлив накормить такого мудреца. Но Дурваса сказал, «Сейчас я схожу к реке и вернусь». Но Амбариши Махарач простился весь день. И пришло время прерывать его, этот поезд. То есть это время прерывания уже подходило к концу. Нельзя было ждать дальше. И тогда Амбариши Махарач принял немного чиринамрит и листочек тулыса. Дурваса Муни своим мистическим зрением смог понять это. И он в гневе решил проклясть его. Но Бхагаван Вишна не смог терпеть этого. Потому что Амбариши Махарач дорогой его предный. И сама собой Сударшина Чакра согвалась с его пальцем. И она погналась за Дурваса Муни. Дурваса начал убегать. Он с одной планеты на другую перелетал. Но Сударшина Чакра всегда догоняла его. В итоге Дурваса Муни принял прибежище у лотосных стоп Господа Вишны. Но Господь Вишна ответил ему, «Я ничего не могу поделать. Сударшина Чакра убьет любого, который оскорбляет моего предного, моего Бхагта. Амбариши мой Бхагта, ты попытался проклясть его. Только когда Амбариши простит тебя, тогда Сударшина Чакра вернется назад. Она перестанет тебя преследовать». Дурваса вернулся и склонился к стопам Амбариши Махарачи. Амбариши сказал, «Что ты делаешь? Я очень падший, а ты великий садху». Но Дурваса просил. Он говорил, «Нет, нет, пожалуйста, прости меня». И тогда Махарача Амбариши обнял Дурвасу. И тогда Чакра вернулась назад. Кто садху? Смотрите, Дурваса не мог контролировать свой гнев. Несмотря на то, что Дурваса совершил это оскорбление, вот и с мастопом Амбариши, Амбариши вообще не принял этого оскорбления. Он простил. Он вообще не считал, что его оскорбили. Он считал, что это все заслужено. И это качество садху. Смотрите, Шиладжи был оскорблен Дакши. Тем не менее, в итоге он мог терпеть, и он даже дал новую жизнь Дакши. Таковы качества Вашнау, садху. Он всегда хочет добра другим. И как нам развить эти качества? Как оставить все эти желания наслаждаться тут? Нелегко. Но нам дается процесс. Наштапраеша бадришу нитям бхагаватасывая бхагаватю тамашлыки бхактир бхаватинайштики. Вот это Абхада. Вот это и есть эта грязь. И она будет разрушена, если нитям бхагаватасывая. То есть каждый день мы будем слушать бхагаватам. О ком мы будем слушать? Мы будем слушать игры бхагавана. И это уттамашлука. Почему? Потому что бхагаван, он самый лучший. И его прославляют лучшими стихами. И что будет, когда эта грязь уйдет? Бхакти бхаватинайштики. Бхакти ништха придет к нам. Нам нужна эта према бхакти. Это реальная наша нужда. Если у нас есть наиштхики бхакти, тогда придет бхава, тогда придет и према. И это цель жизни. Очень легкий процесс дается сейчас в Калию. Садху санга харинама эй матрача. Самсара джаните агакона вастунай. Очень легко мы можем преодолеть материальный мир, воспевая святое имя в обществе садху, в обществе преданных. Как придет эта бхакти к нам? Только в обществе бхакти. Пряма бхакти придет благодаря общению с бхактами. Смотрите, и здесь Кашьяпамуни, он обвиняет себя. Он знает качество женщины, поэтому он обвиняет себя. И он оказался в сложной ситуации. Это из лекции Шишимат. Читаем Чандры Прабу. 27.11.2009